всем привет сегодня у нас на обзорчике обновленная версия популярного ножика хати со сталькой d2 это перевыпуск 2018 года скажем так очень популярная моделька давайте вкратце сначала пробежимся по характеристикам данных ножиков сильно подобно не будем останавливаться так я думаю нож достаточно все знают потом в середине сравним с ножиком с версией m390 поэтому кому интересно на сравнение перематывайте где-то на середину видео ну и крицера естественно разберем ножик да и посмотрим что у нас там в середине и так как я говорю это уже перевыпуск 2018 года конца а именно сентябрь месяц не знаю кто когда будет смотреть видео производитель данного ножа green torn поставляется они вот такие сумочках я думаю уже тысячу раз все видели середине эту сумочку знают наизусть поэтому сильно подробно останавливаться не будем данный ножик или выпущен в трех вариантах а именно левая сторона у них у всех одинакового такая вот карбон а правая сторона у них будет в трех цветовых исполнениях анодирования такое синее анодирование потом должно быть и такое анодирование как m390 темно-серая но правда клипса тоже будет в цвет рукоятки и бэкспейсер соответственно в цвет рукоятки вот смотрите так же сам как на синим видите синий цвет и все и вот таком вот исполнение сером когда я смотрю на фотографиях меня синий цвет показался немножко другим я где-то здесь фотографию вставлю то есть в живую немножко отличается так что касается самого ножа ну не знаю давайте вот синий цвет чтобы было понятно насколько он синий как я говорю бэкспейсер тоже синего цвета и клипса анодирована в тот же цвет так давайте один ножик оставим этот уберем что мешался здесь что касается размеров ножа длина ножа у нас общая длина 22 сантиметра длина режущей кромки 10 сантиметров сложенном состоянии ножек у нас 12 с половиной сантиметров толщина обуху у нас 4 миллиметра давайте взвесим и померяем сведения 113 синяя версия у нас 113 версия см 390 114 грамм показывает ну 113 весы могут еще немножко врать плюс-минус грамм так что касается сведения давайте сразу ставим на 0 ставим 0 4 смотрим так вот на 0 4 можно чуть уменьшить 0 35 да так вот этому видно да отлично 0 35 0 35 по всему сведению по всему лезвию 0 35 основное отличие перевыпуска данной версии это наличие данной выборки перед этим была версия с d2 но с вот таким вот клинком без выборки то есть нож был очень популярен пользовался успехом тоже вес 114 грамм никаких проблем нет у меня правда версия с 35 но они ничем не отличаются только тут d2 написано плюс второе основное отличие это фрезеровка второй половинки но правой стороны плашки раньше версия была что с 35 что это просто голый титан сейчас сделали вот такую фрезеровку как на м390 скажем так цепкость от этого только выросла ну и смотрится как по мне более интересно плюс опять же если на старой версии клипса крепилась винтом снаружи вот так вот то сейчас стало снутри тут я сказал бы отнес бы ближе это к минусу потому что мне вот так вот больше нравится его можно и с большей скандык с большим усилием затянуть под хорошую отвертку плюс для того чтобы потянуть клипсу не нужно разбирать нож если клипсы разболтается то нужно полностью разбирать нож плюс там по моему под восьмерку torx легко его сорвать если сильно закручивать разберем ножик посмотрим давайте раскрутим сам ножик и посмотрим что у нас в середине так ну вот нож и разобран левая плашка карбон в принципе все как и предыдущих версиях имеется проставка под подшипник как я говорю подшипник у нас двухрядной керамической пластиковой обойме сам клинок сам клинок такой выборки на клинке нету шарки катаются по самому клиночку и правая плашка как я говорил вот так вот таким образом крепится клипса и все такое тут под восьмерку поэтому иском так если сильно затягивать легко сорвать шлицы и потом ну геморрой скажем так с этим вопросом имеется сухарик нем керамический шарик ну и все тут принципе тут больше рассматривать нечего я думаю уже смотрели тысячи раз то есть в середине отличий конструктива никакого нету бэкспейсер все так пока я ножик собираю вы можете посмотреть сравнение с версией 390 чтобы зря не терять время а потом вернемся дальше так пока те ножики собираются чистятся мажутся давайте сравним с м3 версии с м390 потому что забегая наперед я уверен что будет куча вопросов какой нож лучше чем отличается стоит ли переплачивать давайте сначала пробежимся скажем так по весу ножиков новая версия 2 114 грамм версия с м390 115 грамм версия с d2 синее анодирование 114 грамм то есть в принципе абсолютно одинаковый вес у них что касается сведения на это я уже показывал сведение 035 на этом сведение 0 на m390 сведения 04 кому интересно может посмотреть обзор есть на канале по m390 поэтому перемирать сейчас не вижу смысла давайте глянем визуальное отличие а еще пока не забыл подшипники на d2 вы уже видели двухрядные в керамической обойме ну или пластмассовой обойме здесь наборные в металлической обойме не лично было душе больше нравятся двойные пластиковые обойме потому что они не рассыпаются удобно обслужить нож разобрал быстренько протер да и никаких проблем нету что касается механики они абсолютно одинаковые по примере я разницы не замечаю тут больше играет роль даже степень затяжки сего винта на флип потому что флипуют они абсолютно одинаково но практичность у этого подшипника выигрывает опять же сугубо мое мнение что касается отличие понятно основное отличие это идет по клинку тут сталь m390 на 2 сталь d2 по обработке клинка на версии с m390 верхняя часть имеет сатин продольный на версии с d2 просто целиком клинок стоунвошенный версии d2 имеется выборка я думаю все видят вот это здесь просто насечка плюс опять же есть небольшое отличие в обработке самих клинков на версии с m390 вот этот пескоструй любит вас как он там правильно называется обработка это более равномерно но опять же она настолько это мизерно что даже возможно на камеру это не получится передать кто увидит ну то то значит хорошо что касается рукоятки разницы здесь никакой нету клипсы абсолютно одинаковые что касается фурнитуры на версии m390 фаска снята ну чуть чуть меньше нежели на d2 я думаю так вот будет видно да эти клинки еще закроем фрейм заходит абсолютно одинаково продолжая фасочка на фурнитуре с d2 снята под большим углом ну опять же ни на что не влияет плюс на версии с d2 есть такой характерный отпечаток или от сверла или от чего не знаю как бы для чего это сделано ну есть и есть как бы по-моему на оригиналах им точно такой же открыться выборка или как его назвать на версии m390 ничего нету потом клипсы 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 на m390 чуть-чуть мягче по сравнению с d2 это все объясняется тем что вот я думаю видно будет толщина клипсы на d2 вот тут чуть чуть больше нежели на m390 как вам показать вот так вот видно что на d2 на чуть-чуть толще эта сторона карбон абсолютно одинаковый никаких отличий нету фаска также сама на версии с d2 цвета под большим углом нежели здесь в остальном я никаких честно говоря отличий не нашел возможно кто-то что-то еще найдет бэкспейсер у них абсолютно одинаковые может конечно что-то пропустил но я их крутил вертел разницы я больше не нашел и так основное отличие это конечно сталь плюс внешний вид это именно вот это вот выборка а так плюс версия с d2 может быть в трех вариантах таким синим анодированием потом у таким анодированием темным коричневым как m390 и светло-коричневая лесовую коричневая светло-серая вот такая вот плюс опять же каждое анодирование бэкспейсер также сам анодирован в цвет этой рука плашки если синий значит бэкспейсер тоже синий если будет темная если на версии m390 клипса видите светлая как на здесь то на версии d2 с темно-серым анодированием клипса и бэкспейсер будут тоже темные ну вот кажется больше отличий нету я думаю к этому времени ножики уже собрались почистили смазались поэтому кому интересно продолжаем смотреть обзорчик на d2 вот ножики заново и собраны смазаны почищены клиночки по центру тут никаких проблем нету флип остался же бешеный механика еще улучшилась за счет того что ножик смазан отрегулирован ну давайте еще разочек посмотрим на сам ножик вот такое лезвие карбончик бэкспейсер присутствует темлячное отверстие темляк засовывать не совсем удобно потому что для этого нужно разбирать нож ну в принципе все нормально получается никаких проблем нету клипса скрытого скажем так внутреннего крепления точнее будет правильно сказать d2 маркировка из новин повторюсь давайте так подведем итог из того что китайцы сделали в перевыпуске это то что классно как бы сделали сделали три варианта расцветок синяя светло-серая и темно-серая сделали такую клипсу это вопрос спорный кому-то понравится со стороны дизайна возможно так смотрится красивее но со стороны практичности как по мне крепление с внешним болтом более практично уменьшили сведения предыдущие версии были сведены где-то в 0.4 эти версии сведены в 0.35 чуть-чуть но все-таки уменьшили вес остался такой же самый 0.35 поэтому ну плюс опять же сделали фрезеровку на рукоятке поэтому я думаю данный нож является отличным или выпуском предыдущих версий как 30 пятки или там d2 самая была популярная версия или премиальной версии с м 390 ну или бюджетная стальная версия с d2 тут каждый коллиционал любой вкус и цвет на любой карман кому нравится есть возможность конечно м 390 более предпочтительно это отличный вариант достойный хорошая сталька хороший вес отличное сведение что сказать еще подшипник двухрядный керамический раньше был тоже двухрядный керамический на d2 на м 390 состоит наборной трехрядный то есть двухрядный но наборной подшипник здесь стальные шарики это я уже рассказывал на каждый из ножей можно посмотреть обзор есть на канале ладно спасибо надеюсь кому то интересно и поможет определиться что душе угодно и что хочется иметь все всем пока